В Талткургане появился новый очаг коронавируса. Информацию об этом разместили сами представители государственного органа на своей официальной страничке. О ситуации на месте рассказывает мой коллега Дамир Анитов. Алматинский областной суд закрыли на карантин. Об этом сообщается на официальной страничке госучреждения в Фейсбуке. В связи с распространением коронавирусной инфекции с 8 июня по 19 июня текущего года в здании проводятся интенсивные дезинфекционные обработки очага COVID-19. Все сотрудники областного суда изолируются на 7-дневный домашний карантин. При этом работа будет вестись в онлайн-режиме. Рассмотрение судебных дел отложено на более поздние сроки. О дате и времени судебных заседаний заинтересованные лица будут извещены дополнительно. К сожалению, вести съемку внутри здания запрещено. Это связано с нормами санитарной безопасности. 6 июня в Алматинском областном суде был выявлен случай заражения коронавирусом. Согласно поручению главного санврача, мы закрыли объект на карантин 8 июня. У всех контактных лиц, а их 115, взяты анализы. У восьми подтвердился факт наличия COVID-19. Нашими людьми проводятся дезинфекционные работы. Через 7 дней мы возьмем анализы повторно. И в случае отсутствия болезни госучреждение возобновит работу. По мнению специалистов, рост заболеваемости коронавирусной инфекции все еще имеет место из-за пренебрежения мерами безопасности населения. На сегодня по области в Талдыкургане и Капшигая усилены карантинные меры. Это обязательная дезинфекция, социальное дистанцирование, ношение масок и ограничение времени работы ряда заведений. Однако Капшигайцам, по всей видимости, общепринятые нормы не писаны. Рейдовая проверка выявила множество нарушений. Мониторинговая группа в составе сотрудников Акимата, полицейских и санврачей. Проверечные рейды проводят ежедневно и даже ночью, после ограничения времени деятельности у веселительных заведений. Согласно постановлению главного санврача области, работать им разрешено только до 23 часов. Однако в одном из местных коровоке клубов об этом забыли. Людей в заведении оказалось больше допустимого максимума. Соответственно, о социальной дистанции нет и речи. Да и сами посетители предельно халатно относятся к своему здоровью. На сегодняшний момент у нас идет мероприятие по выявлению санитарных норм, которые сейчас многие заведения выполняют. На сегодняшний момент у вас сейчас данная работа заведения. Так как у вас работает, мы усилием предупреждаем, что в следующий раз при этом повторялось. Вы обезвольте, что с сегодняшнего дня вы сейчас исправите данную ситуацию. Хорошо? И таких нарушителей в Капшигае немало. С начала карантина за несоблюдение введенных мер к административной ответственности привлечено более 260 человек. На девятерых из них наложены солидные штрафы. Трое размещены во временные изоляторы. Остальные ограничились лишь предупреждением. Но если они повторно нарушат режим карантина, к ним будут применены более серьезные меры. Совместными мероприятиями были охвачены 12 объектов. Из них три объекта не соблюдали санитарные нормы, не носили маски, в некоторых заведениях не установлены санитайзеры. По ним были дополнительно даны разъяснительные работы и взяты объяснительные от владельцев и администраторов данных заведений. По ним будут приняты меры согласно установленным законам. Проверки, отмечают санитарные врачи, будут продолжены. Но спрос нарушителей будет жестче. Поскольку, нарушая карантинные меры, люди подвергают опасности не только себя, но и все свое окружение. Азаджу Маханов, Степан Мережко, телекомпания ЖТСУ, Капшигай. И в продолжении темы. Более 15 тысяч предпринимателей Алматинской области приостановили свою деятельность в период карантина. Еще почти 10 тысяч человек сократилось число работающих на частных предприятиях. По надам экспертов, пандемия в основном сказалась на таких сферах, как торговля, общественное питание и оказание различных услуг населению. Как восстанавливается бизнес и какую помощь предпринимателям на данном этапе оказывает государство, смотрите далее. Свыше 90 предприятий общественного питания были вынуждены приостановить свою деятельность из-за пандемии коронавируса. Местный ресторатор Даурен Толипов консервировать свое дело не стал и работал на доставках. Несмотря на это, по его подсчетам, сумма ущерба, нанесенного его бизнесу, превысила отметку в 6 миллионов тенге. Он считает, что выкарабкаться из сложной ситуации возможно, но для этого нужна поддержка государства. На самом деле, как и другие предприниматели, мы понесли большие, можно сказать, убытки. Накопили определенные долги по коммунальным платежам, у нас накопились большие долги по кредитам. Было бы хорошо, если какие-то дополнительные условия были созданы. Посета Волтолипов и на долги по налоговым обязательствам, которые также необходимо погашать в ближайшее время. Как отмечает руководство НПП «Атамикен», представляющее интересы бизнеса общества, данный вопрос у них на контроле и сейчас рассматривается на республиканском уровне. Согласно обращениям поступивших от предпринимателей нашей области, мы направили список проблемных вопросов в центральный аппарат для дальнейшей проработки его на уровне министерств. Вопрос, который поднимался также предпринимателями, касательно нагрузки налоговой на сектор пищевой промышленности, на сектор обрабатывающей промышленности, будет рассматриваться индивидуально, так как это будет зависеть от специфики и вообще период его работы. Как утверждают представители палаты предпринимателей, в основной массе также пострадала и сфера услуг. Ельбол Сапаров – один из тех, кто работал в этом направлении. Свой салон стартаповец открыл буквально два года назад. Дела понемногу шли, и предприниматель рассчитывал наконец-то выйти в плюс. Но коррективы внес коронавирус. Теперь, по словам новичка, придется свой бизнес раскручивать заново. Мы сколько времени потратили на маркетинг, на рекламу сколько. Сейчас вот это все восстанавливаем. Минимум нужно шесть месяцев. Поэтому хотел попросить помощи у государства, чтобы снизили процентные ставки на аккредитование. Проценты будут снижены. В Алматинской области в целях минимизации негативных последствий карантина по поручению первого руководителя разработана региональная программа финансирования субъектов малого и среднего бизнеса ЖТСУ. В ее рамках из местного бюджета и из Фонда развития предпринимательства ДАМУ выделен 1 миллиард тенге. Данная сумма будет выдаваться бизнесменам через банки второго уровня под 7% годовых для инвестиционных целей, пополнения оборотных средств и рефинансирования кредитов прошлого периода. Максимальная сумма для одного субъекта предпринимательства составит 150 миллионов тенге. Айнур Мирхан, Вануржан Муканов, телеканал ЖИЦУ, Талдыкурган. Это вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами. Встретимся в 21.30. Субтитры создавал DimaTorzok